Коллеги, всех приветствую! Ежедневный обзор по рынку криптовалют, по паре доллар-рубль и по российскому рынку. Прежде чем начать, я вас попрошу подписаться на мой телеграм-канал, ссылка будет в описании под этим видео. А также я вас попрошу подписываться на ютуб-канал, ставить колокольчик, ставить лайк, писать комментарий. Это помогает продвигать видео. Всем спасибо, кто выполнит эти простые действия. Давайте начинать. У меня открыт 4-часовой таймфрейм и график биткоина. Все мои прежние мысли остаются актуальными. Я просто хочу вам указать на важные зоны. У нас есть блок сопротивления, который находится в диапазоне 44.700-44.100. И у нас есть блок поддержки 4800-4245. Нижняя зона является неким рубиконом между медведями и быками. Если цена уйдет под этот диапазон, то для меня подтвердится слом всего среднесрочного тренда. Я отдельно отмечу именно среднесрочного, а не долгосрочного. Это долгосрочный тренд, на мой взгляд, у нас восходящий. Но перед ожидаемой коррекцией, как я говорил ранее, мне хотелось бы увидеть сбор ликвидности за вот этим максимумом. В целом, учитывая текущую консолидацию локальную, которая происходит как раз-таки под этим диапазоном, я посмею предположить, что мы все-таки увидим пробой этого диапазона. Но затем, при достижении отметки приблизительно 48000, возможно, это будет 45500, 46500, тут уже сложно гадать, я буду ожидать усиления медвежьих дивергенций на старших таймфреймах. И затем я ожидаю глубокую коррекцию. На мой взгляд, забирать вот это вот движение не имеет смысла. Потому что потенциал вверх очень ограничен. На этом по биткоину мы заканчиваем. Теперь давайте посмотрим на монету полка дот. По монете полка дот. Я сегодня сделал частичную фиксацию в очередной раз. Я закрыл 25% от позиций. Всего у меня на руках теперь половина позиции. Да, возможно, я зря это сделал, но что есть, то есть. Значит, в случае коррекции я буду обратно откупать ранее проданные монеты в диапазоне 5.890-5.709. В долгосрочной перспективе, я напомню, я ожидаю, что полка дот придет вот в этот диапазон. Это 16-14 долларов, чтобы закрыть вот это вот выпадение. По полке дот все. Теперь давайте посмотрим на оптос. По оптосу у меня открыты две позиции. Значит, одна позиция на фьючерсах, одна позиция на спотовом рынке. Позицию на фьючерсах я открывал на отметке 8.20. Цель у меня 12.5 долларов. Стоп у меня находится на отметке 7.46. Это фьючерсная позиция. Моя спотовая позиция, я рассчитываю ее свозить в район 20-18 долларов, как минимум. В идеале и вовсе перебить вот эти вершины и съездить в район 40 долларов. Это план на 2024 год. Учитывая то, что я фиксировал ICP, я планирую, соответственно, в случае коррекции еще больше докупить монет оптос. В целом, по оптосу все. Теперь давайте далее. Теперь я хочу в очередной раз обратить ваше внимание на монетку INCH. Значит, на мой взгляд, цена торгуется в паттерне нисходящий клин. Это бычий паттерн. Цена подбирается к его верхней границе. Я ожидаю увидеть пробой. Я держу небольшую позицию на спотовом рынке. Цели, на мой взгляд, 0.84 и 1.18. Соответственно, с текущих, ну не с текущих, а с того момента, как я выложил видео, это 0.3529 была цена. Это 230% профита. Плюс ко всему, я готов увидеть снижение в район 0.2367, где я готов еще немного докупить монет. По INCH все. В целом, по криптовалютному рынку все. Все те монеты, которые вы написали в комментариях, я их обязательно разберу в течение дня в чате. Теперь давайте перейдем к паре доллар-рубль. По паре доллар-рубль никаких изменений не произошло. Ключевой уровень это отметка 89. Если уходим под нее дневной свечой, то едем в район 84. Если пробиваем отметку 91 на 37, то закрываем уровни 93.21 и 94.96. 94,96. В целом, особо никаких изменений нет. Поэтому давайте перейдем к российскому рынку. Давайте вкратце пробежимся по Emox. Это Мосбиржа. Значит, у нас есть боковик. Я считаю, что в этом боковике нет смысла что-либо торговать. Верхняя граница 3287. Если мы ее пробиваем, то улетаем вверх. Нижняя граница у нас 2988 по вот этому фитильку. Если мы пробиваем этот уровень, то, соответственно, мы дальше едем вниз. В целом, по Мосбирже все. Тут особо никаких изменений. Это дневной таймфрейм. Могу сказать, что пока что это выглядит хорошо. Желательно закрыться выше 3092. Это полнотелый хороший зеленый свечой. В таком случае мы увидим отметку 3152. По Роснефти предлагаю разобрать локальную картину на недельном таймфрейме. У нас есть локальный среднесрочный тренд. Мне нравится, как закрылась прошлая недельная свеча. В целом, в моменте бумага выглядит растущей. И готовый перебить свой текущий максимум, который находится на отметке 607. Если вы находитесь в позиции, то, на мой взгляд, ваши стопы должны находиться за отметкой 535. Либо можно сделать этот стоп еще короче и переместить его примерно на отметку 548 за одну бумагу. По Роснефти в целом все. Теперь давайте разберем Сбер. Так, теперь давайте поговорим про Сбер. Значит, здесь интересная ситуация происходит. У нас была трендовая линия. В принципе, она и есть. В моменте мы ее пробили. На данном этапе происходит второй тест этой трендовой линии. Но мы все еще находимся под ней. На мой взгляд, и как мы видим, цена хорошо реагирует на эту трендовую линию. У нас вот здесь была реакция, здесь была реакция. И сейчас мы в третий раз видим отбой от этой трендовой линии. На мой взгляд, Сберу необходимо, желательно, на дневном таймфрейме закрыться выше отметки 271. Ну, а в идеале закрыться и вовсе выше трендовой линии. В таком случае можно будет говорить о том, что у нас произошел ложный пробой. И можно будет рассчитывать на подъем к отметкам 280-289. Про дальнейшие перспективы сейчас говорить опрометчиво. Но если цена будет продолжать торговаться под трендовой линией, то я в это время буду настроен по медвежьей. Глобально мне хотелось бы откупить Сбер в районе 221-217. Если мне не дадут этого сделать, значит я просто не откуплю Сбер. Также есть интересный диапазон 252-249. В принципе, если цена сюда придет, то я подумаю о покупках. Но буду смотреть за реакцией покупателя и за нужной мне структурой. В целом, сейчас, если прямо в моменте наблюдать на график, то хочется сказать, что у нас вот здесь произошел, скажем так, ложный пробой. Но еще раз повторюсь, надо увидеть закрытие дневной свечи выше трендовой линии. В принципе, на этом все, дорогие друзья. Обзор ежедневный, я думаю, можно заканчивать. Еще раз попрошу вас подписаться на мой телеграм-канал. И подписывайтесь на мой ютуб-канал. Ставьте колокольчик, ставьте лайки и пишите комментарии. Всем спасибо и всем профитов! Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому!